Добрый день уважаемые трейдеры. Снова у нас календарь, снова у нас текущие события. Короткий такой обзор сделаем. Неделя достаточно важная. Вы знаете, на этой неделе выйдут данные по нонфармам, по рынку труда США. Итак, начнем. Вот уже вышли сегодня данные по Испании ВВП 3.1. Достаточно высокие темпы роста на фоне других стран еврозоны. Но оказались хуже, чем ожидалось. 3.2 ждал рынок. И на сегодня у нас еще осталось несколько данных. Выйдут вечером. Это по штатам личные доходы, личные расходы. На валютный рынок не так сильно это влияет. Это больше интересно фондовому рынку. И в целом отражает внутренний спрос. По Германии выйдет также инфляция. Вот это важно. Буквально 30 минут. Через 30 минут поступят эти данные. Ожидается 1.7. Было в прошлый раз 1.8 инфляция. Все же она низкая. Видимо, ЕЦБ поэтому не спешит. Если действительно цифры будут такими в Германии, ну это локомотив экономики еврозоны, то евро продолжит падение. Если ниже будут цифры, евро продолжит падение. При более высоких темпах, ну возможно, какая-то коррекция последует. То есть низкая инфляция в еврозоне покажет, что ЕЦБ правильно поступил, продлив сроки выкупа облигаций. Что инфляция пока не угрожает. И можно еще немного постимулировать экономику еврозоны. Что еще? Безработица в Японии. 2.8. Очень-очень низкая. Такая рекордно низкая. Китай. PMI производственный. Ставка в Японии. Заседание будет во вторник. Никто не ожидает изменений. И вот ВВП в еврозоне тоже важный индикатор. Вот ожидается небольшое снижение темпов роста. 2.1 вместо 2.3. Посмотрим, чем закончится. Опять же, то же самое. Низкие темпы приведут, скорее всего, к падению, к дальнейшему падению евро против доллара. Высокие темпы не факт, что повлияют на рост. По крайней мере, ЕЦБ до сентября не будет повышать ставку точно. И объем выкупа сократился до 30. Может, он и дальше будет продолжаться. Вот это количество смягчения. Но вот пока точно до сентября 2018 года это будет происходить. Ну и мы видим, что безработица в еврозоне в два раза почти выше. Даже больше, чем в два раза выше, чем в Штатах. В Штатах 4.2, в еврозоне 9%. Ожидается было 9.1. Среда у нас несколько данных. ADP – это такая вот тренировочка перед нонфармами. Частная компания объявит нам, сколько рабочих мест было создано. Вот в прошлый раз они ожидали 135, а оказалось минус 33. Теперь ожидают 200. Посмотрим, чем закончится. АСМ достаточно важный. Небольшое снижение ждет рынок. Ну и, наконец, ставка. 1 ноября – предпоследнее заседание в этом году. Никто не ждет каких-либо изменений. Посмотрим, чем закончится. Об этом у нас будет прямой эфир. Всех приглашаю. 1 ноября вечером, как раз во время объявления результатов. Четверг – так, несколько стран пропустим. Безработица в Германии – такое же изменение, что и было 5.6. Точнее, не изменение, а цифра безработицы. И Банк Англии – очень насыщенная неделя. Банк Англии – вот тут ожидается, что уже будет повышение ставки. Рынок настроен на 0.5, было 0.25. Впервые, может быть, Банк Англии пойдет на повышение. Рынки этого ждут. Объем выкупа облигаций оставят прежним, как показывает мне календарь. Странно, конечно, что рынок так быстро ждет этого. Мы-то говорили на вебинарах, давно ожидаем такого повышения, решения от Банка Англии. Но и тем более странным кажется то, что объем облигаций, выкуп облигаций сохранится. И при этом ставка будет повышена. Ну, посмотрим. Фунт уже достаточно сильно просел. Если это произойдет, я жду все-таки отскока вверх. Фунт проседал на евро, на том, что доллар повышался против всех валют. Вот. Что я могу сказать? Неожиданно, конечно, для меня, что так быстро рынок уже настроился на повышение. Я давно этого жду, но в последнее время считал, что все-таки и Банк Англии будет потерпеть немного. А вот тут вот такие вот ожидания у рынка. И тем более противоречиво, что, как я сказал, объем выкупа сохраняется на прежнем уровне, а ставка повышается. Ну, и в пятницу у нас безработица и данные по рынку труда. Вы помните, в прошлый раз были ужасные данные. Минус 33 сокращения было новых рабочих мест. Вот график показывает. В этот раз ждут аж 315 тысяч новых рабочих мест. Возможно, какая-то была сезонность, какие-то ураганы повлияли, как они говорили. И посмотрим, действительно ли это так и действительно ли с минус 33 тысячи рынок труда улетит на практически новый локальный рекорд. За два года 344 было в 31 мая данные, 15 год за май. Это очень высокий такой перепад с минус 33 на 315. Но если действительно помешали ураганы, то эти рабочие места никуда не делись. Они будут созданы уже в следующем месяце, то есть в текущем месяце. Ну и, наконец, безработица ожидается, что она сохранится на рекордно низких уровнях 4,2%. Еще несколько данных будет ISM, непроизводственный PMI, тоже небольшое снижение и торговый баланс. Ну что ж, очень важная неделя. Что не день, то важные данные. И Банк Англии, и Японский центральный банк принимает решение. И у нас рынок труда по нескольким регионам США, Германия и по еврозоне. В общем, наверное, одна из самых таких насыщенных недель за последние несколько месяцев. У меня все. Всем хорошей недели. Ставьте take profit и удачи на рынках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!